приветище это гидронир и мы продолжаем копаться здесь в земле как ты уже мог заметить я реализовал починку водопровода без моей помощи то есть автопочинка я сделал таких 1 2 3 4 5 штук сам даже не помню сколько я сделал в итоге теперь у меня здесь все чинится без моего вида полностью автоматизированное производство и я этим доволен единственное что мне здесь осталось сделать это еще утрамбовку энерго осколков и все прошлой серии мне в комментариях написали на то что у меня бардак в гномской шахте и я подумал действительно это все-таки для ролика снимаю красоту показывают и прибрался у себя на территориях что здесь что в гномских шахтах я тебе эту чистоту покажу как у меня все преобразовалось а не нужны детали я решил вот с них сконструировать что-нибудь типа выставочный образец какой-то непонятно что но тем не менее он у меня теперь есть деревца выросла все это финал вот такое вот она частенько вижу в комментариях о том что нужно заглянуть на пристань тут много всего от техники до нового оборудования и корабль который отправит нас на новую локацию с вулканом я про это все дело знаю единственно почему я сюда не заходил вон кстати техника это то что здесь все очень дорого здесь принимает не мои обычные гидронировские монеты здесь особенная монета вроде бы как городская царская улучшенная лопата третьего уровня кирка третьего уровня грабли третьего уровня и шлем геолога находят ближайшие рудный жил это нам понадобится все в будущем пока что мы далеки до этого и логическая пила мне про нее писали что с ней можно грамотно так как тебе нужно распилить слитки я бы ее конечно бы купил ну и эпопея этого магазина трубы из корстоуна лавовые мощные у них всего лишь два процента снижения давления воды что же касается корабля то нам пока что на него рановато мы еще на этой территории не все сделали нам нужно все-таки добраться до короля и как только мы до него доберемся мы собираем все свои манатки и свалим на вулкан теперь же давай посмотрим на гномскую шахту ты только глянь какая здесь чистота я потрудился на славу все расставил аккуратненько также сделал небольшой здесь проем арочку вернее сказать на нее поставил все ненужное сделал дополнительные конверы теперь у меня здесь вот еще и драгоценности полируются сделал три котла которые падают вывалилась железо золото и энерго осколки но тут как и раньше клотиум и корс тоун в общем сейчас на данный момент мы имеем вот такое производство здесь поставил центровик он центрирует все ресурсы которые проходят через вот конвейер вот смотри хоп и в центре так что это очень полезная вещь особенно когда я сюда в бедрами чем-нибудь закидываю сейчас посмотрю сколько у меня корс тоуна 374 килограмма еще чуть-чуть осталось нам нужно 400 корс тоуна но пока корс тоун добывается я предлагаю сходить за городскими монетами и прикупить логические разделители вот они эти монетки и они называются жетоны гильдии геологов держите мои деньги кровнопотно заработанные теперь я покупаю логическую пилу надеюсь что она мне все-таки поможет как пишут в комментариях но выглядит она конечно так устрашающие я бы сказал словно это от какого-то робота часть у меня всего 805 монет а пила стоит 320 можно чего-нибудь бы еще прикупить например угловая стойка для оружия мужчине быть попроще изогнутая стойка для оружия вертикальная стойка для давай изогнанную вот эту возьмем она в принципе все здесь по 70 монет стоит а мне нужно где-то фермерское снаряжение хранить покупаем наконец-то ох как я ее держу то неаккуратно со стороны выглядит как будто я щас тебе руку порежу дедуль ну ты смотри так можно и без пальцев остаться стойку значит я поставлю наверное где-то тут и буду здесь же хранить свое снаряжение вот серп и лопатку а вы хотите сказать что представляешь это туда не не ставится не все зря купил что ли ну как так можно то со мной поступили час я пойду проверю на тех стендах просто взял и 70 гильдейских монет потратил я себе этого не прошу ну давай вставляю сижу дошли заводит дает колотеть люб более надо было пошел за буржуазные деньги купил еще дорогую штуку ай блин нет слов одной эмоции не это чисто короче для оружия я понял зашел к своему старому доброму торгашу посмотри как эта стойка у него называется стойка для инсты а все-таки это дело отличается ну ладно будет у меня неказистая вот такая красивая стойка для инструментов тогда хотел выпендриться да не получилось да вот вот так вот у меня теперь стоечка стоит тут у меня все можно сюда еще и грабли с лопатами при тарабанить ну вот теперь я точно садовник огородник а это вот этот не знаю на подкову больше лошадину похоже поставлю пока что где-то здесь переходим теперь к самому интересному к логической пиле сейчас попробуем ее подключить как это вообще работает написано что крепится к прямым конвейером выходит что ставится она сверху на конвейер вот таким вот образом куда-то в другое место она не воткнется получается что это будет громоздкое сооружение забежал еще в магазин электроники поскольку думаю что нам понадобится клавиатура логическая клавиатура которая будет задавать количество необходимого нам веса для отрезки от слитка возможно что-нибудь еще нам понадобится клавиатура просто отправляет указано число с помощью логики сейчас гляну что еще у нас тут есть знаешь на что мой взгляд пал на логическую плавильню продвинутая технология плавки требуется логически вот для создания слитка выходит что здесь сверху в чане будет жидкая какая-то руда а при помощи калькулятора вот вот это вот я вожу необходимый вес и вот из этого чана допустим не нужно было 50 килограммов вытекает 50 килограмм жидкой руды и производится слиток в 50 килограмм блин надо взять и протестировать может быть это даже лучше чем пила где а где деньги я деньги забыл раздербанить пришлось свою скульптуру для того чтобы запустить пилу теперь нужно придумать как этот механизм будет у нас выглядеть как он будет выглядеть вот калькулятор я уже притащил там у нас вон плавильня стоит сейчас все по очереди будем тестировать сперва нам нужен насос где кстати насос я живу сюда при тарабанил насос а в камышах валяется это чё ёлки-паки нас дел по горло ты в камышах его производство запускаем ставим конвейер на него сверху пилу и пилу эту теперь нужно к чему-то подключить но к чему а ну клавиатуру точно клавиатуру вот есть подключение теперь мы выходит что сюда что-то кладем отсюда вылетает ну вот давай пара берем клотим сколько у нас здесь двести два килограмма клотиума мне же нужно 50 килограммов сделаешь проверяем опа отрезал отрезал пойдем посмотрим 50 получилось ровно 50 класс пила то что нужно и теперь я могу клотиум нарезать по 50 килограмм слиточки да у меня тут целый банк отправляем слитки снова в чан и сейчас будем проверять как работает логическая плавильня даже вода не нужна ты представляешь все будет работать от маленького от этого бедненького калькулятора смотри агантита поводок она на газу еще обалдеть ну вот вводим мы сюда он тут уже введено 50 опять на клотиуме поэкспериментируем закидываем сюда и нужно нажать зеленую кнопочку чтобы он мне выплывал обалдеть а чё весь весь не он весь а чё весь то стой подожди 200 что-то тут не так тут не так вот 50 то ты мне можешь выплавить как-то ну давай мы сотрем это и введем 50 50 нет он все равно все выкидывает в общем надо почитать статейку о том как эта вся штука работает логическая либо если знаешь напиши в комментариях как у меня тут дела обстоят 445 килограммов то что уже забираем ну пойдем мой красный попсик будем сейчас тебя вот кстати попробуем расплавить в этой плавильни его сперва нам нужно 400 ровно получить надо момент здесь 442 расплавляем заказываем не но он полностью все отдает ну что это за дела такие вообще ладно давай тогда будем пилить распил у нас всегда получается как надо заказываем она тут 400 уже стоит закидываем надо более удобно это все дело сделать значит вот это вот у нас наверно 42 килограмма или а здесь 400 я думал но скорее всего наоборот вот это вот 400 сейчас мы взвесим а нет гляди к 50 мысли 50 откуда там еще пару килограммов взялась в этом 400 тогда выходит 395 аку отсчет и мне неровно разрезал я не понял я не понял все давай мы сбросим вот это все и 400 пожалуйста нам 400 плотиум остудись пожалуйста пока что мне нужно заново переплавить корстон смотрим 445 вот не 442 445 400 есть пили ну-ка о ровно 400 как надо корстон блин его бы в сейф куда-нибудь убрать ладно пускай в квартире полежит плохо что я сейф не купил дверки закрою корстон все таки на вес золота хоть он и стоит не так много как лотиум но 400 курсона у нас есть это отправляется вот сюда мы будем сейчас сковать из него меч но чтобы его правильно выковать мне в комментариях писали куй так как он тебя просит а иначе облажаешься и все потом волосы на башке будешь рвать добрый вечер поэтому я прислушаюсь комментатором и сделаю так как он хочет то есть корс то он у нас отправляется на рукоятку 1000 золота на переходник и 5000 на лезвие этой железо окей я уяснил но я хочу еще по свитку посмотреть а по свитку тут так в принципе и написано смотри первое это рукоятка второе соединитель и третье это лезвие даже тут на бумаге указано как собрать меч вот бы я щас лоханулся если бы не комментарии выходит нам теперь нужно 5000 ну все по-новому отливаем 5000 железа 5000 вот это вот отсюда давай уберем только мешается ей богу пускай тут постоит 5000 железа вот нажимаем зеленую кнопочку на всякий случай проверяем но кась 5000 есть 5000 ровно блин как это классно сколько надо столько отрезал мне нужно тысячу вот отрезаем это железо можно пройти сюда проверяем золото 1000 имеется у нас 1000 золота да все готово ровненько прям как по заказу и ничего лишнего ну что ж приступаем к изготовлению этого меча шедеврального для нашего охранника сейчас все раскалится меч вот он выходит первое у нас это курс тонн второе это золото и третье железо на всякий случай сохранюсь комментариях мне тоже говорили ты сохранился в прошлый раз перед тем как меч отдавать но точнее делать это было автосохранение из момента этого автосохранения прошло дофига времени и когда я приехал отдавать меч автосохранение еще раз сохранилась поэтому нет так не про канала увы и ах но все а тут все раскалилась смотри как курс тонн раскаляется забавно если эти слитки таки красный этот такой желтый и с трещинками значит корс тонн отправляется сюда ах молот мешает сейчас я уберу корс тонн первый железо железо 5000 сюда золото 1000 сюда куем ухты елки какой он красивый ты посмотри рукоятка из корс тонн реально крутая обалдеть классный меч вышел вот тут при освещении прям смотришь переливается все так красивенько единственное лезвие из желез ну как бы это логично лезвие его затачивать нужно а все остальные материалы они надолго будут служить как рукоятка и соединитель ну чё пойдем вручать теперь у меня два меча сзади вот и сразу можешь заценить меч который собрал ранее золотое лезвие железный соединитель и рукоятка из клотиума конечно смотрится рукоятка не так круто как из корс тоуна и меч который заказал конкретно охранник мне действительно нравится больше ох сейчас нас охранник а золотит гильдейскими монетами он просто будет в восторге сейчас пищать охрана зацените какой меч я несу вы видали вы видали но дружище ты долго его ждал я долго делал потратил кучу времени держи свой меч он счастлив и дает мне 18 тысяч гильдейских монет спасибочки спасибочки это пускай тут полежит я теперь могу наверх пройти нет нет обломись туда меня запустят только после того как я накормлю вот эту мадам с ее бездонным животом но учитывая какие она латы таскает я думаю что 300 килограмм свеклы и 300 килограмм броккли ей как раз что ж на эти деньги мы сможем прикупить что-нибудь очень крутое например шлем корстоновские трубы а хотя знаешь что какие трубы мы сейчас будем покупать царскую технику едем в магаз да здравствует король кстати я никогда не подходил к этой статуе может что-нибудь написано про этого короля нет тут вообще ничего нет это какой-то безымянный король отлитый клотиумом вроде бы как это клотиум не золото что ж берем наши монетки и идем к этой царской техники что это у нас гидробур спец транспорт используемый для прокладки туннелей интересно он сможет копать землю 3 ранга допустим в гномской шахте выглядит очень прикольно по стоимости 3 500 и за 4 300 мы можем позволить себе какой-то танк под названием гидро разведчик медленный спец транспорт для разведки рудных залежей радар направляется на ближайшее место рождения в этой игре есть еще и залежи ничего себе от транспорта как тут вон на проводках что-то все обалдеть это все я могу купить и покупать мы будем это все следующей серии и тестировать тоже поэтому если ты хочешь увидеть продолжение то с тебя лайк прямо сейчас пускайся под видео ставь лайк и подписывайся чтобы не пропустить этот ролик ну а на этом все спасибо что смотрел увидимся в новом видео до встречи